Здравствуйте! Сначала о том, где и как провести выходные. Афиша культурного времени. В пятницу 24 июня в выставочном комплексе продолжает работу выставка Сергея Исаева «Кжельские традиции». В субботу 25 июня Театр Кукол ждет маленьких зрителей и их родителей на мюзикл «Теремок». В воскресенье 26 июня Нижегородский планетарий приглашает на полнокупольную программу «Рассвет космической эры». Самое начало открытия космоса. Кто были эти смельчаки? Культурных вам выходных, а ровно через секунду с гостем нашей студии мы обсудим главное событие этой недели. Совсем недавно в усадьбе Раковишниковых были вручены награды лауреатом премии города Нижнего Новгорода 2016 года. За что получают главные награды города? Об этом узнаем прямо сейчас. У нас в гостях лауреат премии города Нижнего Новгорода, актер театра комедия Евгений Пыхтин. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте. Евгений, вы широко известны в узких кругах театральных знатоков как хороший исполнитель-эпизодник. Согласны? И вдруг такой скачок в Гулливере. К каждому скачку нужно готовиться. И моя подготовка началась где-то три года назад, когда меня взяли в штат. Мне было не то, что были только массовки и эпизоды, у меня были и роли, и большие, и главные роли. Но для меня, наверное, сейчас доктор Симпсон – это первая роль, которой я, ну не то чтобы доволен, но, вот как вы сказали, произошел этот скачок в Великана, в Гулливера. А до этого была такая подготовка. Но и то я могу так сказать, что это не какой-то результат, это всего лишь эпизод, это всего лишь процесс, поэтому дальше будет только лучше и все выше и выше. Быть Гулливером – это вообще не просто почетно, это очень ответственно. Вот вы, как актер, на что опирались внутренне в работе над этой ролью? На самом деле роль очень сложная. Конечно. Очень сложная, и тем более есть такой знаменитый фильм, да, Захаровский. И у всех есть какое-то сравнение. Но в начале, я могу так откровенно сказать, в начале было сложно, было непонятно. И где-то уже ближе к концу, где-то после вот «Экватора» началось что-то получаться, но жизненный опыт и помощь коллег, и каких-то жизненных наблюдений мне помогли. То есть я где-то старался искать циничность, где-то вот глубину этого героя, и жизни черпал-черпал потихонечку. Ну и, конечно же, помог режиссер Вадим Дансигер, он помог мне взлететь. Вы ведь выпускник консерватории. Как вам вообще в драматическом театре? Это на самом деле очень интересно, потому что до сих пор меня не то чтобы мотает. Я знаю, чего я хочу, я знаю, что мне доставляет удовольствие, что я люблю. Но изначально я, конечно, шел как музыкант, шел петь в консерваторию и попал на актера музыкального театра. Но драматический театр и театр в общем вообще меня влюбил в себя. То есть я из музыки, у меня плавно перешел взгляд на театр, и я стал влюбляться все больше и больше в театр. И где-то на третьем курсе у меня появился замечательный режиссер, педагог Александр Борисович Сучков. И моя любовь утроилась, и теперь я считаю себя даже больше не музыкантом, не музыкальным актером музыкального театра, а именно драматическим актером. А в чем принципиальная разница работы актера в музыкальном театре и в театре драматическом? Ну, в музыкальном театре сейчас, конечно, понятия очень смешиваются, как мне кажется. Да. Все это синтетика, везде музыка, где-то драматическая игра. Но все-таки в музыкальном больше формы и больше каких-то вот именно пластических решений. Именно драматический актер, он вот тонкости какой-то атмосферы, запах роли, вот все это присутствует, и это как раз манит, это раскрывает тебя, и в это ты влюбляешься. А попеть не хочется? Хочется, но мне, к счастью, мне удается это сделать, делать в комедии. У меня два мюзикла, где я участвую, вот, Казанова, где Казанова и Леонардо. У меня есть эпизодическая роль, но очень интересная, Чезары. Так что мне, в принципе, в театре комедии все удалось. Работы хватает? Да. И тем не менее, вы продолжаете и продолжаете осваивать малые пространства. Я ведь сейчас о чем говорю? Догадались? Маленький театр. Как там дела обстоят? Дополнительный проект, сцена, где будет реализация различных вообще идей, каких-то проектов. То есть не только маленький театр там будет, там какие-то будут и пластические также будут проекты, и речевые проекты. Очень много желающих уже. Мы не достроили еще театр, а безумное количество желающих уже поучаствовать, поиграть, сделать какой-то новый проект или новый спектакль. На ваш взгляд, отчего востребованные актеры бюджетных театров больших уходят в маленькие пространства? Ну, в первую очередь, мне кажется, из-за искренностью. Потому что когда вот как мы с вами сидим, в очень маленьком камерном пространстве появляется какое-то участие. То есть как будто ты вот переживаешь и ощущение, что герои действительно существуют. Этим, мне кажется, хороши малые вот формы. Потому что большой театр, ты все равно сидишь. Есть понятие вот этой расстоянии, понятие того, что вот я зритель, там стоят актеры. Ну да, вроде волшебство, вроде все нравится. А вот когда камерные истории, очень киношные, потому что они там все на полужесть и взгляд, какие-то вот нет больших таких мазков актерских. Там все очень круто. Есть роли, которыми вы уже гордитесь? Мне очень нравится вот «Доктор Симпсон», мне безумно нравится каждый спектакль, я к нему готовлюсь. И я получаю колоссальное удовольствие от этой роли. Мне безумно нравится роль на малой сцене комедии в «Темных аллеях» по Бунину. У меня там замечательная роль Мещерского. Вот, ну это малая сцена. Я просто очень люблю малую сцену. А на какой бы спектакль из действующего репертуара «Театр комедия» вы пригласили самых дорогих гостей? Ну вот на только что перечисленных еще, ну мне кажется, хорошие мюзиклы. То есть если хочется просто прийти отдохнуть, то это вот «Казанова», «Леонардо». Ну и также есть спектакли, в которых я не участвую, и в которых я с удовольствием хожу как зритель. И вот сейчас меня вели в «Куклы» Беляковича безумно. Я участвую в этом, у меня небольшая роль, но я участвую и как актер, и как зритель, потому что потрясающие актеры. Сергей Бородинов, просто удовольствие смотреть за ним изнутри. И вот «Куклы» очень простая история, для меня это очень такие значимые спектакли. Я хожу постоянно и все время удивляюсь и наслаждаюсь. Ну и маленький театр, в маленьком театре есть замечательный спектакль «Машинистки». Я считаю, это большой спектакль маленького театра, и я вот всем советую туда тоже сходить. Спасибо огромное, Евгений. Спасибо вам. Ну что ж, увидимся в театре «Комедия» или в маленьком театре. И совершенно точно увидимся ровно через неделю в культурное время. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА